Привет, мы рады снова вам сообщить и рассказать о том, что настали прекрасные дни и мы находимся в Грузии после перерыва в один год. Дело в том, что до этого мы три года путешествовали по Грузии, Турции, Азербайджану и преимущественно жили в Грузии у нашего грузинского дяди. Это то место, где мы снова остановились. В этом видео расскажу, где мы остановились рассказал, может еще добавлю. Также расскажу о том, что нужно приехать, чтобы в Грузию сдать ПЦР-тест, какие подробности по этому поводу. И прошли мы, расскажу, что сейчас на рынке и какова ситуация по пандемии в Грузии. Значит, если по порядку. Жили мы прекрасно, дни были, фрукты радовались жизни. Здесь, когда приехали в Грузию и узнали, познали вот эту всю жизнь на природе. И в один момент мы поехали в гости, домой. Какое домой? Наш дом везде, здесь. Одним слоем, в то место, где мы родились, в Беларуси. И на полтора месяца планировали, то есть туда и обратно. Но в этот момент, это примерно год назад, из-за всем известного макаронавируса закрыли все границы. Тотальное закрытие. И вместо полтора месяца нахождения в Беларуси нам пришлось находиться там целых 12 месяцев. Это отдельная история. Ух, вспоминать бы, да можно и не вспоминать. Самое интересное, главное, что мы уже здесь. И каждое мгновение прям ловлю себя на мысли, что неужели я здесь. А вдруг мне это кажется, что я вот здесь нахожусь. Вот такие интересные мысли. Однако нет, я щипаю себя и чувствую, я здесь и нахожусь в Грузии. Уже не кажется, но первых пару дней точно бы казалось. Когда мы сюда приехали, птички поют, вода чистая. Хоть я и сказал, что, как-то в прошлом коротком видео, самые голодные месяца, март и апрель. Оно-то, да, по сравнению со всеми остальными месяцами. Но мы открыли для себя, что не так уж все и плохо. Мы покупали сегодня на рынке, а сегодня у нас традиционно день, и мы идем, день воскресенья, и мы идем из рынка, имея в виду, по пути. Мы палим костер, кушаем то, что мы купили. Купили мы, тут показывать не буду, яблоки вкуснейшие, сладкие. Голден. Голден, Джонни Голден. Вот два сорта, на которых мы остановились. И покупаем постоянно. Яблоки, это знаменитое место горе в Грузии. Тут выращивают, там, где Сталин родился. И привозят по всей Грузии. Так же, как и в свой сезон, цитрусы в Аджарии выращивают. И разводят по всем уголкам Грузии. То есть, и мандарины. Ну, так вот, мы еще купили хурму сушеную. По поводу хурмы хочу сказать, что это где-то раз... 6 долларов в килограмм я встречал. Это в Белоруссии она стоит. В том году я удивился, что я покупал уже по доллару за килограмм. Примерно. А в этом году я еще больше удивился, потому что мы купили килограмм за 2 лари. И еще 6 килограмм за полдоллара. Вот такие цены. Сушеная хурма грузинская. Это когда вот фруктов уже никаких нету. Не растет. Но март месяц яблоки. Очень много продается. И апрель будет продаваться. И в итоге мы, получается, закрываем все потребности по полноценному сыроическому и фруктовическому питанию, находясь в Грузии. Даже в те месяца, когда ничего вокруг не растет. А действительно ничего не растет. Вот посмотрите. Вот только... Только сажают кубнику, сажают. Дерево и цветки. Этот кемали появляется, лыча первая появляется. Цветки. Цветет оно и пахнет. Также цветет миндаль. Ну так вот, в эти месяца можно покупать хурму. Оказывается, и мы будем знать, что... Ну это вот очень вкусно. Далее, что бы я хотел... Апельсинки, апельсинки. Еще сказать. Да, апельсины по 2 лари также продаются в Грузии, грузинские. Насчет вот этой ситуации по пандемии. Да, дело в том, что... Дело в том, что... Мы сами того не знали, но здесь карантин есть. С 9 часов вечера до 5 часов утра, то есть ночью. Нельзя выходить, нельзя ездить на машинах. Но мы здесь уже неделю находимся. И в последнюю очередь, вот скажи, Анжелика, мы об этом думаем, если вообще не думаем. И даже не замечаем. То есть люди в масках кое-где ходят. В городах, как-то знаете, я увидел усиленно, в масках ходят много. Но мы не ходим в масках, и никто не заставляет. Даже в магазинах, где такой довольно приличный большой магазин, где вот у нас в Беларуси нельзя купить без маски. Ну нам здесь ничего не говорили насчет маски. Мы буквально в одном магазине без маски, в другом без маски. Я в этом смысле удивился. Лишь в пару магазинчиках... Я даже больше удивился, что он меня заставили надеть маску. То есть, ну попросили ее надеть. Хотя я ничего не покупал. Я просто зашел в магазин. Вот. Карантин вот этот самый есть. Хотя мы его не замечаем. Просто хочу сказать, что даже если сравнить с Беларуси без карантина, и тут с карантином, то лучше здесь с карантином. Ну вот... Да, верно. Мы спать сложимся рано. Этого не замечаем. И здесь никто не контролирует в деревне. Вот этот весь карантин. Надеемся, что это все пройдет, уйдет. Ну, нужно, получается, вот эти правила соблюдать. В противном случае штрафы большие здесь предусмотрены. 600 долларов за то, что если... Ну, говоря так. За то, что после 9 часов будет человек находиться, то есть и не соблюдать меры карантина. Вот. И вроде бы все рассказал. Ну, и еще самое интересное, наверное, для тех, кто... Ну, кому-то интересно. По поводу того, что нужно сделать, чтобы попасть в Грузию. Вот до недавнего времени были жесткие меры. Граница Грузии была вообще закрыта. И сначала закрылась сухопутная, потом авиаперелеты закрылись. Возможности попасть вообще не было. Затем в какой-то момент открылась авиаперелет, но условие попасть в Грузию было, надо сделать вакцину. Ну, вакцину мы делать не хотели, для нас это было не вариант. И мы по-прежнему находились в Белоруссии, ждали, когда наступит тот момент, и он наступил. Появилась возможность ехать без вакцины. Но нужно делать ПЦР-тест. ПЦР-тест нужно сделать один раз в Белоруссии, для того, чтобы при... Ну, билет, конечно, можно купить, но при регистрации на рейс, когда придете в аэропорт, просто не зарегистрируют и не пустят на борт, если с собой не будет. Вот это и вот справочки специальные, которые свидетельствуют о том, что вы сдали ПЦР-тест, он у вас отрицательный, то есть признаков ковида не обнаружено. И эта справка делается в специальных местах, определенных для тех, кто выезжает за границу, для выезжающих. А не просто так. Есть же места, где можно просто ради интереса сделать, там за деньги. Такие справки определенно не принимаются. И перед нами были такие люди, которые какие-то подобные справки показывали. Ну, главное, не того установленного образца, который нужен для тех, для выезжающих. Все просто. Узнаете, где в вашем городе лаборатория подобная для тех, кто выезжает за границу. Делайте ПЦР-тест, он действительно в течение трех суток. Мы, например, сделали за сутки до вылета. Справка выдается с нужного образца. На листе А4, на одной половинке, на русском языке, на второй половинке, на английском языке. То есть это важно. Вот такая справка. Мы ее предъявляем. Вот еще такой нюанс. Нельзя сделать ПЦР-тест без подтверждения намерения того, что вы выезжаете за границу. В качестве намерения служит документальное намерение. Это ксерокопия ваших билетов, которые вы сначала покупаете билет, как мы купили билет, а потом делаем ПЦР-тест. Да, возникает вопрос. А что, если ПЦР-тест будет положительный? То есть, получается, билеты уже потрачены деньги зря. Возвращать нужно будет? Возвращать, как правило, половину стоимости вам вернут. Обычно так. У нас такие условия были. Но деваться некуда именно такие условия. Потому что нельзя сделать так. ПЦР-тест сделал, то есть убедился, что он отрицательный, после этого купил билет. Просто вам не сделают ПЦР-тест. Вот у нас такие условия. Мы спрашивали, да, возмущались. Ну, одним словом, правила такие. Мы принимаем правила игры, играем в нее. Как бы риск, не риск. Но мы же считаем, что мы здоровы. И вот у нас отрицательный. Более того, я в лаборатории спросил. Почти у всех отрицательный результат. То есть все хорошо проезжают. То есть за человек 40 там был только один положительный тест. А даже за неделю, она сказала, один положительный тест был. Ну, в иных случаях. Затем приезжаем в Грузию. Здесь, когда мы летели, нам предложили заполнить бумажные анкеты. Их раздали в самом самолете. Я их не заполнял. Но они там, куда летим, телефон, паспортные данные, у кого останавливаемся, там еще что-то такое. Я думал, не буду заполнять. Сейчас прилетим. Выйдем на пропускной пункт. Будет ясно, будет больше. Может быть, это по желанию. Может, нет. Но мы прилетели. И, как выяснилось, эти бумажки вообще не надо никому показывать. Они у меня такие остались. Я их сфотографировал, могу выложить. Но нужно с помощью телефона сканировать QR-код. И попадаем на сайт. Они это называют заполнить аппликацию. Аппликация такая, где мы такие-то, такие-то, белорусы из Беларуси. Допустим, да, кто из какой стороны. Паспорт, номер паспорта, номер телефона. Где останавливаемся? Заполняйте, что хотите, я думаю. Но я так заполнил некоторые данные. Дело в том, что, как нам сказали, без этого, и как мы уже поняли, выяснили, без этого просто нас не выпускают из аэропорта. Прилететь-то мы прилетели, в таможенной зоне находимся. Но без заполнения вот этой аппликации, с последующим тут же получением кода определенного, который приходит на электронный адрес, который мы в этой же аппликации указываем, этот код нужно предъявить таможенному контролю. И нас пропускают. И дальше нужно в течение, не в течение, а на третий день сделать ПЦР-тест уже в Грузии. Уже это повторно получается. Первый в Белоруссии, как мы, второй в Грузии. И говорят, что если не сделать этот тест, то будет штраф, опять же, 2000 лари. Это 600 долларов. По моему мнению, и до конца не установлено, но мне так кажется, и я буду дальше это выяснять, ну просто ради интереса, это, по крайней мере, мне уже не так надо, потому что я доволен, рад, что я в Грузии. О чем я сейчас говорю? Что, возможно, не нужно делать ПЦР-тест. Это повторно уже для тех, кто прилетит в Грузию на третий день. А штрафы, штрафы мне просто пугают, и, ну, просто человек, который приезжает, он действительно не понимает, есть штраф, нету штраф, все так подводит. Странно. Я нашел постановление Грузии 322, статья 11, по-моему, в скобочках А, там, по тексту, А, Б, В, да, по желанию, либо 8 дней самоизоляции делаем, либо на третий день проходим ПЦР-тест. Так я и сказал, что я хочу самоизоляцию на постановном контроле, а не ПЦР-тест делать. Ну, ПЦР-тест, там, зачем? В нос сувать, что все непонятно, что там сует. И, ну, мне это не надо, там, вмешательства, разве, что на медицинские, без моего согласия, просто, без моего желания. То есть, если только в крайнем случае, и только самые лояльные такие, вот, как ПЦР-тест, чтобы приехать. Но, опять же, если я ПЦР-тест делал в Беларуси, у меня была мотивация его делать, потому что без этого не пустят на самолет уже по приезду, думаю, какая моя мотивация делать ПЦР-тест. Ну, пугали штрафами, штрафы большие, а вот думать жить здесь и думать, что на мне висит штраф, да немалый, а до нас двое, это означает 1200 долларов, так как думать, это не совсем интересно. Поэтому мы выясняли до конца, до победного, и через друзей, через интернет. В итоге, в последний момент решили сделать ПЦР-тест, потому что не обладали полной информацией. Но самое интересное, друзья, я вам расскажу, что потом я в телеграм-канале услышал, есть человек, который не делал ПЦР-тест и до сих пор здесь находится, а также рассказал про другого человека, который не делал ПЦР-тест на третьи сутки по прилету в Грузию и уже успел улететь из Грузии, и ему ничего за этого не было. Вот такой пример. Вот это я дальше буду выяснять. Самое интересное еще, что я выяснил, я разговаривал, выясняю этот вопрос с эпидемиологами, с горячей линией, с консульством, с министерствами разными, горячей линией, туризма и здравоохранения и полиции разные, перебрасывают друг к другу. То есть это не наши компетенции, это не наши компетенции. В больнице, думаю, пришли в больницу, тоже мы не знаем. Сначала говорили, что штраф, а потом, когда я начал грамотно изъясняться, ссылаясь на законы, мне просто сказали, слушай, вот мы больница, я даже с главврачом там разговаривал, все больницы, хотите мы вам сделаем тест, хотите не сделаем, все. То есть юридически каждый защищен, не подкопаешься. А ты решай сам. И под вопросом, будет ли штраф, либо не будет, вот мы и сделали. Друзья, для тех, пусть видео какое-то длинное, могу чуть покороче потом сделать, в итоге, в итоге, что я скажу, для тех, кто поедет в Грузию, сейчас полетите в Грузию, это все просто, все здорово. Тот, кто любит фрукты, природу, грузинский быт, грузинское гостеприимство, воздух, которым вы дышите, каждая минута идет в вашу пользу, здесь находясь. Могу сразу, вы можете проследовать нашему же примеру, также приехать в Грузию, как и мы здесь. Вот мы уже показали, эта дорога есть, дорога открыта. Карантин, то есть этот самый, карантин называется, комендантский час, да, он есть, но соблюдаем правила игры, как бы говорится. Можно соблюдать, уже нечего соблюдать. Может быть, нечего соблюдать, но соблюдать. Однажды мы еле успели, но соблюдали. Я слышала, на улице Грузины даже ночью как-то проснулась, гуляния какие-то были в деревне. Ну, в деревне. Кто соблюдает, кто-нибудь... Ну вот, чтобы не отклониться от мысли, далее проследует. Так вот, дорожку мы показали, мы приехали, ехать можно. ПЦР-тест. Ну, решайте сами. Это не вакцина, сделайте ПЦР-тест. Но для нас, конечно, было, это как, грубо говоря, между жизнью и смертью. Или оставаться там, либо жизнь здесь, но ПЦР-тест. И ссылайтесь на закон 322, постановление правительства Грузии, точнее сказать. Называется это более правильно. Статья 11, пункт А. На грузинском языке я могу сбросить. Это вам попрошу еще друга, он грузина. Он перейдет на русский. Там ясно сказано, что есть выбор либо 8 дней карантина, то есть самоизоляции в домашних условиях, наверное. Опять же, я уже не изучал в каких условиях. Может, они гостиницу предложат там, какую-нибудь платную, я не знаю. Но, либо карантин. И самое, что интересно, когда я выяснять начал, уже эпидемиологи говорили, а вы там, на границе, что именно выбрали? ПЦР-тест, либо самоизоляцию? Когда я уже начал, показал им, ткнул, что есть такой закон, они как бы, ну да, есть такой закон, что по желанию. А вы что выбрали? Говорит. И тут у меня так, вдруг так, знаете, осенило, или как сказать, или возмутило, или как бы, так и выбора не давали на таможне, сказали, поставили перед фактом. И уточнили, что 8 дней карантина, это для грузин, для местных жителей, а для граждан иностранных государств, такого нету выбора, надо делать ПЦР-тест. Если для грузина выбор есть, ПЦР-тест, либо на третий день, либо 8 дней самоизоляции, и потом свободен, то для иностранных нету. Получается так вот. Поэтому вот вы приезжайте, сразу же готовы в этот закон, показывайте, что я ссылаюсь на этот закон. Либо встречный вопрос им, а вы на какой закон ссылаетесь? На норму, на пункт закона укажите. Вот как. Потому что если, как они мне объяснили, выбираешь ПЦР-тест на третий день делать, то это считается, что ты подписался, согласился, согласился, соответственно, на санкцию или на меру, которая предусмотрена в случае, если ты не выполняешь то, на что согласился, и, получается, взял на себя обязательство делать. И потом уже нельзя поменять. Вышел из аэропорта, пошел, где-то на второй день передумал, сказал, а куда что? Это куда-то надо идти, опять на погранслужбу, опять в аэропорт возвращаться, если куда-то звонить. А тут так сложно, это оттуда до туда перекидывать друг друга. Друзья, это в тот случай, если действительно штраф предусмотрен. Вот, пока что это вот наш опыт, наши изыскания. Может быть, я еще больше информации подведу, подготовлю, и когда-то станет еще больше ясно. Но в любом случае, это уже, знаете, мы воспринимаем как... Да, мы заплатили 220 лари на двоих с ожиличкой на ПЦР-тест сделали. Кроме того, как мы сделали в Белоруссии ПЦР-тест. По 38 белорусских рублей на каждого. И мы воспринимаем это как? Как благотворительность. Мы поддержали грузинскую экономику. Мы же не то, чтобы мы злые, что вдруг нас обманули. Не то, чтобы мы там злые, там на то, что вот комендантский час, макаронавирус, который где он, а тут в маске некоторые ходят. Мы выбираем в Грузии все самое любимое наше, просто радуемся. И пусть эти денежки пойдут на, как бы, ну грузины. На развитие страны, развитие культуры. Да, 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 да. Целый год они без туризма, без там закрытия границы, санкций. И тут у них там... И тут приезжают туристы и хоть что-то оплачивают. Хоть пусть такими путями, да пусть будет во благо. Видео затянулось длинное, ну потому что мы уже долго не снимали. Хочется войти вновь в поток, снимать информационные различные видео. В группы, которые у нас есть. Это сироидические путешествия по теплым странам. Сироиды, волонтеры, Грузия, Азербайджан, Турция. Так называется. Ну, Турция уже, видите, границы закрыты. Получается, не получается сейчас. Также YouTube канал. У меня два YouTube канала. Все ссылки я оставлю под этим видео. Чаты. Есть канал в Telegram. И можно здесь, на этих каналах, много чего видеть. Особенно интересно будет для тех людей, которые хотят постичь фруктовый вкус Грузии, побыть именно в фруктоиде, сыроиде, именно в таких местах. Поскольку эти понятия, которые уже стали более дискредитированные, как такое, как сыроидение, фруктоидение, веганство, они вроде как естественные. Никто, может, раньше их и не называл, что они такие есть. Но начали называть, шаблонить. Они неотделимы от самого местонахождения в соответствующих пространствах. То есть, если мы говорим о фруктоиде, сыроиде, естественном укладе, образе жизни, то, соответственно, мы уже должны как в футляр, соответственно, себя поместить, где это нас окружает. А не так говорить, ну, грубо говоря, утрирую, человек, если сидит в тюрьме, представьте себе, и ему попалась книжка «Здоровое питание сыроидения» есть такие. Он вдруг решил стать сыроедом. Но он там не станет. Ну, и выбора-то у него нет. Вот в чем дело. Теоретически возможно, но это очень сложно. Там ему приносить будут каким-то образом. Вот, поэтому... И наоборот, если вы находитесь в таком месте, где... Где чистый воздух, хорошая, качественная вода, прекрасные горы, птицы поют. Все окружение способствует тому, чтобы мы жили, развивались. Ну, по желанию сыроедили и прочее. Да. Спасибо, что продолжила. Там мне... Говорить уже надоело. То вопрос о возможности-невозможности находиться на живом растительном питании, он вообще, вовсе не стоит. Вот. Больше всего, как показала практика, и по своим ощущениям влияет социум на отклонения. Вот. А сам по себе, то есть это уже... Мы выяснили, что это очень легко находиться на таком питании. Вот. Сам... Вот, собственно, и такие вот вопросы. Все. Спасибо за внимание. Это видео мы выложим на YouTube-канале. И до скорых встреч. Пока-пока.